Всем привет! Меня зовут Раиль, и вы находитесь на моём музыкальном блоге. Всем напоминаю, что мы уже 12-й урок в отряде, взбираем песни из видео 25 песен за 8 минут. И сегодня, наконец-таки, очередь дошла до песни «Половинку себя» группы «Танцы минус». Да, очень красивая песня. И давайте сразу я вам продемонстрирую, как она звучит в моём исполнении. У ночного огня под огромной луной Тёмный лес укрывал над зелёной листвой Я тебя целовал у ночного огня Я тебе подарил Половинку себя Свет далёкой звезды Песни пьет до утра Ты смотрела в глаза мои, Щептала слова Ты не верила мне, Но любила меня Я оставил с тобой Половинку себя Сама песня у нас построена на основе четырёх аккордов Аккорд ДН Аккорд Б Аккорд Ф И аккорд А Итак, давайте разберём песню по порядку Вначале у нас идёт перебор В оригинале слышно, как у нас происходит скольжение от одних струн к другим То есть от одного аккорда к другому Поэтому я буду вам показывать аккорды при помощи барре Итак, первый аккорд у нас строится из трёх струн Чтобы сыграть перебор, нужно зажать указательным пальцем пятую струну на пятом ладу Безымянным зажать четвёртую на седьмом ладу И мизинцем зажать третью струну на седьмом ладу И делаем такой перебор Дёргаем пятую, четвёртую, третью, четвёртую струну Оставляем их звучать и перекатываемся к первому и третьему ладу К следующему аккорду То есть ещё раз дёргаем пятую, четвёртую, третью, четвёртую Не отпуская эти струны, перекатываемся на первый и третий лад Тут берём уже другой аккорд Нужно указательным пальцем зажать нижний пят струн Безымянным зажать четвёртую струну на третьем ладу И мизинцем зажать третью струну на третьем ладу Конечно, он нам не нужен, но для устойчивости пусть стоит Итак, дёргаем пятую, вторую, четвёртую, пятую струну Соединим первые два аккорда Скользим То есть не отпуская эти струны Мы скользим к другому аккорду Ещё раз Пятая, четвёртая, третья, четвёртая Пятая, вторая, четвёртая, пятая Ещё раз 5-я, 4-я, 3-я, 4-я, 5-я, 2-я, 4-я, 5-я. Дальше берем аккорд. Это неполный аккорд F у нас получается. Зажимаем указательным пальцем 6 струну на первую ладу. Безымянным 5 струну на третью ладу. И мизинцем 4 струну на третью ладу. И дёргаем шестую, пятую, третью, пятую. Ещё раз соединяем всё сначала. Пятая, четвёртая, третья, четвёртая, пятая, вторая, третья, пятая, шестая, пятая, третья, пятая. Дальше опять, не отпуская струны, скользим на пятый и седьмой лад. Тут у нас этот аккорд очень похож на первый аккорд. Копия. Просто нужно перенести пальцы на одну струну вверх. Тут указательным пальцем зажимаем шестую струну на пятом ладу, безымянным пятую струну на седьмом ладу, и мизинцем третью струну, а четвёртую струну на седьмом ладу. И делаем такой перебор. Диорган шестую, пятую, четвёртую, шестую. И соединим все четыре аккорда. И так далее у нас идёт куплет. Он идёт таким же перебором, как во вступлении, но мы знаем, что нам нужно сделать остановку на аккорде F, чтобы сыграть проигрыш и перейти ко второму куплету. Где же нам его сделать, чтобы вы поняли, я сейчас специально проиграю для вас куплет. Тёмный лес укрывал, На зелёный лист твой я тебя целовал. У ночного огня я тебе подарил. Половинку себя. И снова начинается перебор. Как вы заметили, нам перебором нужно проиграть до аккорда B, и далее уже с аккорда F начать бой. По ловинку себя. И так, разучим бой. Кстати, бой, наверное, целиком и полностью похож на бой предыдущего урока песни Noizmc из окна. Там тоже нужно первый удар вниз делать по басу. Запомнили это? Итак, поехали. Вниз, вниз, вверх, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. Ещё раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. Ещё раз. Далее аккорд D, M. И делаем остановку на аккорде F. Ещё раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. Бам. И последний удар приходит на аккорд F. Ещё раз повторим целиком. Бой. После удара на аккорде F произносим слова «половинку себя» и снова начинается перебор. Перебор идёт на одной гитаре, но если вы играете с кем-то, вы ещё можете сыграть в такой красивый проигрыш. Показываю один раз, потому что нам ещё нужно дальше идти. И так повторяется ещё один раз круг и начинается другой куплет. То есть первая гитара, которая играет аккордами, должна пройти круг четырёх аккордов всего четыре раза. А во время этих кругов у нас звучит соло. Кстати, я, если вы заметили, уже со второго куплета и проигрыша я уже играю другой перебор. Его я вам тоже сейчас покажу. Он, на мой взгляд, проще, потому что он строится полными аккордами. И это сделал для разнообразия, чтобы не играть, как и в проигрыше, и в последующих куплетах тот же самый перебор. Я немного его в виду изменил. Итак, как он играется? Можно с баре, можно без. Как хотите. Итак, берём аккорд D, дёргаем. Четвёртую, третью, первую, вторую, третью струну. Дальше аккорд B. Дёргаем пятую, первую, вторую, третью. Пятая, первая, вторая, третья. Далее аккорд F. Дёргаем шестую, третью, первую, вторую, третью. Далее аккорд A. Дёргаем пятую, первую, вторую, третью. Ещё раз. Шестая, третья, первая, вторая, третья, пятая, первая, вторая, третья Или тут шестая Первая, вторая, третья Итак, соединим все аккорды Давайте теперь перейдем со второго куплета на проигрыш Я оставил с тобой половинку себя И тут уже проигрыш продолжается аккордами, а и боем продолжается И у нас звучит снова вот это соло Как я уже вам сказал, бой продолжается у нас до конца песни Но мне еще вам стоит показать соло, который идет после третьего куплета Его можно сыграть со второй гитарой, если, например, вы играете бой, а другая гитара играет соло Итак, у нас заканчивается третий куплет И вместо вот этого соло, которое звучало в двух других куплетах, играется другое соло, которое я сейчас вам покажу Соло звучит так То есть вот этот самый рисунок Мы должны повторить четыре раза Итак, зажимаем вторую струну на третьем ладу И играем вот такой рисунок Так, повторяется три раза всего И последний раз у нас немножко рисунок меняется Третья открытая И снова третья на втором ладу Ну, как вы уже догадались, у нас во время этого соло идут те же самые аккорды Боя То есть дм, б, ф, а Повторяется четыре раза и на этом соло у нас песня заканчивается На этом, ребята, наш урок подошел к концу Он получился довольно-таки длинным По сравнению с другими уроками Но, несмотря на это, мы все подробно разобрали Надеюсь, я все понятно объяснил И у вас получилось разучить эту песню Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых разборов Ставьте лайки, если это видео было вам полезным И оно вам понравилось И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok